Технологии качества человек. Новые векторы развития областного здравоохранения. Статуя милосердия. В больнице имени Пирогова установлена скульптурная композиция. Здравствуйте! Это медицинские новости программа о наиболее важных событиях, которые происходят в областном здравоохранении. На территории Оренбургской больницы имени Пирогова появилась статуя милосердия. Открытие скульптурной композиции состоялось накануне профессионального праздника Дня медицинского работника. На территории Оренбургской больницы имени Пирогова появилось еще одно памятное место. В парке перед хирургическим комплексом напротив храма установили статую милосердия. Мы имеем возможность сегодня коллегиально присутствовать на открытии вот этой скульптуры милосердия, что с нами очень созвучно и у нас в душе у каждого эти чувства и эти качества. Очень приятно, что лечебные учреждения не только приобретают высокие технологии, новое оборудование осваивается, учатся специалисты, но и кроме того, что делается ремонт и внутри, и снаружи, стали думать и о том, чтобы это было и красиво. Скульптурную композицию разместили в парке среди елей, которые посадили сотрудники больницы два года назад в рамках областной акции «Миллион деревьев». Очень знаковое событие. Мы, наконец, привели в порядок вот эту территорию и с такой добротой, любовью, заботой к нашим пациентам, горожанам сделали это. Автор статуи – президент Российской академии художеств Зураб Церетели. В день открытия мастер находился во Франции и не смог лично присутствовать на церемонии, но поздравил всех медиков с этим знаковым событием по телефону. Да, Зураб Константинович, вот как раз мы все собрались по поводу открытия вашего памятника о милосердии. Скажите, пожалуйста, нам пару слов. Я приветствую вас, про которые у вас я из Парижа звонил. И очень рад, что в Больску предоставлю вам произведение и отбирать их. И хорошо, понимаете, спасибо большое. Это первый, наверное, случай, когда открывается его произведение на территории больницы. Обычно открываем мы его произведение рядом с собором Парижской Богоматери или зданием ООН в крупнейших городах мирового значения. И вдруг происходит такое замечательное событие. Потому что это тоже определенный акт милосердия. Милосердие – это, наверное, самое благородное чувство, которое дано человеку. Статуя милосердия на территории больницы имени Пирогова появилась благодаря неравнодушным людям – оренбургским предпринимателям и депутатам, которые приняли участие в этом благом деле. Векторы развития региональной медицины. Об этом шла речь на брифинге министра здравоохранения Оренбургской области Галины Зольниковой. В мероприятии приняли участие практические врачи и представители медицинского университета. За круглым столом собрались журналисты и медики. Речь шла о перспективных направлениях регионального здравоохранения. С основным докладом выступила министр Галина Зольникова. Она представила главную концепцию оренбургской медицины – технологии качества человек. Мы намерены сделать медицину более качественной и доступной, привлекая на службу здравоохранения передовые технологии – медицинские, информационные, управленческие, организационные, в центре которых должен стоять человек-пациент. Особое внимание сегодня уделяется реорганизации первичного звена. Большие преобразования происходят в работе поликлиник. К примеру, в Оренбургской больнице имени Пирогова успешно реализуется проект «Открытая регистратура», который помогает пациентам быстрее получать необходимые услуги. У нас применяются новые методы в плане маршрутизации пациентов. Во всех регистратурах вывезены администраторы, которые четко встречают на входе пациента, определяют его маршрут движения по поликлинике, направляют непосредственно туда, куда нужно пациенту попасть. Мы работали над тем, чтобы также уменьшить очереди у кабинетов специалистов и участковых врачей, чтобы пациент не заходил за ненужной, так скажем, услугой к врачу и не отвлекал его от сложного пациента. Но я имею в виду, это выписка различных справок, санаторно-курортных карт, то, что по законодательству сейчас по приказу прописано, может выполняться четко средним медперсоналом. Доказали свою эффективность созданные в районах области межмуниципальные центры. Шесть акушерско-гинекологических, 15 травматологических, 15 сосудистых, в которых оказывают специализированную медицинскую помощь. И эта помощь приближена к жителям даже отдаленных сел. В прошлом году 94% пациентов с инфарктами и инсультами, это более 16 тысяч человек, получили экстренную специализированную помощь в сосудистых центрах. Это спасение жизни, своевременная реабилитация, сохранение работоспособности. Сегодня высокотехнологичное вмешательство на сосудных сердцах проводится в двух больницах Оренбурга. Но уже в ближайшее время на востоке и западе области планируется открыть еще две рентген-эндоваскулярные операционные. Большая модернизация и в онкологической службе области. В 2016 году был проведен ремонт в областном онкодиспансере и сдан радиологический корпус в Орске. Сегодня здесь готовится к открытию стационар на 180 коек. В областном перинатальном центре освоены и применяются технологии внутриутробной хирургии. Кардинально осуществилась младенческая смертность. Федеральный министр Вероника Игоревна Скворцова, посетив Оренбург в прошлом году, назвала это главным достижением медиков. Надо сказать, в этом году вся Россия отмечает исторический минимум младенческой смертности. Мы дошли до показателей Европы. Это очень значимо. Также на брифинге речь шла и о подготовке кадров. С 2017 года меняется программа обучения, из которой исключена интернатура. Выпускники вуза теперь сразу же после получения диплома приступают к работе в медучреждениях. И чтобы помочь молодым специалистам, в Оренбургском медуниверситете организовали систему наставничества. Мы теперь каждого студента на шестом курсе прикрепляем по поликлиникам города, по детским поликлиникам, к врачам. Мы просили. Большая была организационная работа, дали нам списки лучших врачей по поликлиникам. И были прикреплены наши студенты, которые полностью работали весь день с практическим доктором. И на вызовах, и на приеме. С этого года нового учебного мы вводим не только в осеннем семестре, но и в весеннем семестре. Сейчас переработали расписание, все это сделано. То есть у них практика намного увеличится. Студенты остались довольны. Говоря о приоритетах текущего года, Галина Зольникова отметила, что они соответствуют федеральному курсу. Укрепление первичной медико-санитарной помощи, повышение доступности высокотехнологичного лечения, информатизация здравоохранения. И еще одно направление – это развитие санитарной авиации. Оренбуржье вошло в число регионов, которые получат на это государственную поддержку. Будет построена вертолетная площадка в пределах 15-минутного доезда до ведущих клиник. В сентябре текущего года планируется поставка вертолета с медицинским модулем, отвечающего всепогодным условиям доставки пациентов. Он рассчитан на транспортировку двух реанимационных больных с возможностью установки шести дополнительных носилок. Санитарный транспорт оснащен медицинским оборудованием для оказания неотложных мероприятий при доставке пациентов в медицинское учреждение третьего уровня с возможностями высокотехнологичного лечения. Именно с темой здравоохранения начал свой ежегодный доклад и губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Он отметил, что в этой сфере больше всего достижений и в то же время проблем. Губернатор озвучил задачи на ближайшую перспективу. Одна из них – строительство новых медицинских объектов. Очевидно, например, что материально-техническая база областной клинической больницы номер один нуждается, образно говоря, в экстренном хирургическом вмешательстве. Это ведущая клиника региона, и она должна быть образцовой. А значит, масштабной реконструкцией и модернизацией больницы быть и в самом обозримом будущем. Не менее стратегическая задача – строительство новой детской клинической больницы. От проекта к строительству задачи двух ближайших лет. Глава региона большое внимание уделил и вопросам профилактики. Результаты профилактической работы по-прежнему недостаточны. Думаю, что проблема в том, что мы беремся за эту задачу рывками, не имея четкого поэтапного плана со сроками исполнителями. И с этим поручаем Минздраву к 2018 году разработать стратегию профилактики заболеваемости населения Оренбургской области, которая позволит охватить упреждающими болезни мероприятиями каждую семью, каждого студента, каждого бюджетника или работника завода. Кстати, уже в ближайшее время в Оренбурге состоится профилактическая акция «Маршрут здоровья». Об этом событии, а также о других новостях регионального здравоохранения смотрите в нашей следующей программе. А на сегодня это все. До встречи!